Майн Рид. Жена-дитя. Предисловие вдовы автора. Большинство событий, изложенных в этой книге, происходило в жизни автора или он был их свидетелем. Элизабет Рид. Лондон, 1888 год. Глава первая. Остров мира. Эквидник. Остров мира. О, Кодингтон, и вы, заседавшие в Генеральном Совете, что за безумие охватило вас, когда вы заменили благородные названия краснокожих аборигенов на ничтожные Ротс? Будь проклят ваш вкус и ваши пристрастия классики. Будь проклято ваше невежество. Принять имя старого голландского мореплавателя Ротт за название страны Колосса. В названии данным блоком было, по крайней мере, соответствие, даже что-то поэтическое. Обогнув мыс Сачуист, он увидел могучие леса, красные в золотых лучах осеннего солнца. Перед его радостным взором проплывали алые массы древесной листвы и гирлянды багровых вьюнков. Взгляду открывались яркие утесы цвета охры. И в корабельном журнале появилось название. «Ред Айленд. Красный остров». «О достойный Кодингтон! Почему ты отверг индейское название? И почему изменил название в честь этого смелого голландца? Я буду придерживаться старого названия. Остров мира». Хотя в более поздние времена название меньше соответствовало действительности, чем тогда, когда индейцы в Ампануа окунали свои бронзовые тела в воды Нарагансета и вели легкие каноэ мимо скалистых берегов. С тех пор, Эквидник, слишком часто чувствовал ты удары серпа войны. Где теперь твои девственные леса, радовавшие глаза Верозана, которые помнили пейзажи Тосканы? Где твои грандиозные дубы, вязые клёны? Где зелёные сосны и красные кедры? Твои берёзы, дававшие кору? Твои каштаны, поставлявшие пищу? Твой американский лавр, восстановитель здоровья и жизни? Исчезло. Всё исчезло, сметено факелами и топорами безжалостных солдат-разрушителей. Несмотря на весь этот грабёж, ты всё ещё прекрасен, Эквидник. Ты — снова остров мира, обитель любви. Каждый дюйм твоей почвы и схожи ногами влюблённых. Каждый утёс слышал старую-старую историю. Ньюпорт. В год Господа нашего, восемнадцатого. В самый разгар сезона. Номер в самом гостеприимном из американских отелей Ocean House. Дом океана, с окнами, выходящими на запад. Третий этаж, с длинным балконом. Откуда открывается вид на Атлантический океан. Бескрайний и голубой, уходящий за горизонт. Слева — мыс Сачуэст. Пена, как снежные хлопья, разбивается о скалу Кармаран. Справа — Бивертейл с его маяком. Между ними — флот рыбачих судов, охотящихся на полосатого окуня и Таутогу. Вдали видны паруса большого корабля под полной оснасткой и длинный столб дыма от парохода. Оба корабля идут мимо берега, на пути из одного большого морского порта в другой. Прекрасный вид открывается на обширный эстуарий Наргонсета. И прекрасные глаза часто разглядывали этот вид. Но не было среди них глаз прекрасней, чем у Джули Гирдвуд, нынешней обитательницы упомянутого номера. Она не единственная его обитательница. Рядом с ней еще одна молодая леди — Корнелия Инскип. Ее кузина. У нее тоже красивые голубые глаза. Но после прекрасных темно-карих глаз, в которых словно горит вечный свет, они почти незаметны. На языке писателя, автора романов. Джулия именовалась бы брюнеткой, а Корнелия — блондинкой. Фигуры у них такие же разные, как и цвет волос. Джулия — высокая, женственная. Корнелия — миниатюрная, хрупкая и внешне гораздо более молодая. Не похожи они и по характеру, и настроению. Темноволосая Джулия более склонна к мрачным мыслям и серьезным поступкам, в то время как веселая и проворная Корнелия, судя по ее речи, меньше склонна думать о прошлом и еще меньше о будущем. Одетые в легкие утренние платья в крошечных туфельках на ногах, обе девушки сидят у окна в креслах-качалках. Обе, разглядывая голубое море, только что увидели пароход, выходящий из-за далекого мыса Юдивь и направляющийся на северо-восток. Прекрасное зрелище. Это огромное черное чудовище, прокладывающее свой путь по голубым водам, оставляя за собой длинный белый кипящий след. Корнелия вскочила и подошла к балкону, чтобы лучше разглядеть пароход. «Интересно, что это за корабль?» — сказала она. «Один из больших океанских пароходов?» «Кунарт?» «Думаю, нет. Нелл. Хотела бы я, чтобы это был такой корабль, а я у него на борту. Слава богу, через несколько недель так и будет». «Что? Тебе уже надоел Ньюпорт? Лучшего места в Европе мы не найдем, я уверена в этом. Но во всяком случае мы найдем более интересных людей. А что ты имеешь против них? А что они имеют против нас? Я говорю не о местных жителях. Они хороши по-своему. Я говорю о летних гостях, таких, как мы. Ты спрашиваешь, что они имеют против нас? Странный вопрос. Я ничего не заметила. А я заметила. Наши отцы были розничными торговцами. И все эти, ДЖ и Л и Б, смотрят на нас сверху вниз. Ты знаешь, что так оно и есть». Мисс Инскип не могла отрицать, что тоже заметила нечто такое. Но она была из тех уравновешенных спокойных характеров, которые придают мало значения аристократическим знакомствам и потому невосприимчивы к светскому высокомерию. Но гордая Джули совсем другое дело. Высший свет этого водяного места, если не отвергал ее полностью, то относился надменно. Та его часть, которую она назвала ДЖ, ЭЛ и Б. «И почему?» Продолжала она с возрастающим негодованием. «Если наши отцы были розничными торговцами, то их деды тоже. В чем разница, хотела бы я знать?» Мисс Инскип не видела никакой разницы и так и сказала. Но это не успокоило возмущенный дух ее кузины. Видя это, Корнеля попыталась отвлечь ее, переведя разговор на другую тему. «Что ж, Джули, если мисс ДЖ и мисс ЭЛ и мисс Б смотрят на нас свысока, об их братьях этого не скажешь. Особенно на тебя. Они так не смотрят. Не нужны мне их братья. Не нужна их снисходительность. Ты считаешь меня дурой, Нел? Причина в миллионе долларов. Который оставил отец и который перейдет ко мне после смерти матери. К тому же, если зеркало меня не обманывает, я не такое уж пугала. Она имела право так говорить. Никогда перед зеркалом не стояла девушка, меньше похожей на пугало, чем Джули Гирдвуд. Рослой с прекрасной фигурой, дочь торговца обладала достоинством подлинной герцогини. Лицо ее соответствовало фигуре. Невозможно было посмотреть на него и не подумать о любви. Впрочем, как ни странно, одновременно возникало какое-то представление об опасности. Так должны были выглядеть Клеопатра, Лукреция Борджа и прекрасная убийца Дарнли. В ее облике не чувствовалось неловкости, ни малейшего следа низкого происхождения, или неуклюжести и грубоватости, которые обычно бывают с ним связаны. Возможно, кое-что из этого можно было заметить в ее кузине Корнелии, выросшей в деревне. Но Джули Гирдвуд слишком долго ступала по плитам Пятой Авеню, чтобы ее можно было отличить от гордых дам, расхаживающих по этой аристократической улице. На ней стоит дом ее матери. «Это правда, Джули», — заверила ее кузина. «Ты богата и прекрасна. Хотела бы я о себе сказать то же самое. Но ты маленькая льстица. Если ты не богата, то уж точно красива. Впрочем, ни то, ни другое здесь много не значит. Зачем же мы тогда сюда приехали? Я к этому не имею отношения. Виновата мама. Со своей стороны я предпочитаю Саратогу, где меньше обращают внимания на родословную, и где дочь торговца не хуже его внучки. Я хотела отправиться туда на этот сезон». Мама возражала. «Ничего не удовлетворяет ее. Только Ньюпорт, Ньюпорт, Ньюпорт. И вот мы здесь. Слава богу, уже недолго». «Ну, поскольку мы уже здесь, давай наслаждаться тем, зачем сюда приезжают. Купанием». «Ты, хочешь сказать, делают вид, что приезжают купаться?» Мисс ДЖ, Л и Б окунаются в соленую воду, но это имеет малое отношение к их пребыванию в Ньюпорте. Неплохо бы им почаще купаться. Может, фигуры стали бы получше. Видит бог, они в этом нуждаются. И слава богу, что мне это не нужно. «Но ты будешь сегодня купаться?» «Нет, не буду». «Подумай, кузина, это такое замечательное ощущение. Мне оно ненавистно. Ты шутишь, Джули?» «Ну, я не хочу сказать, что мне не нравится купание. Но это толпа. Но на пляже нельзя отгородиться. Мне все равно. Я туда больше не пойду. Ни на пляж, ни в другие места. Если бы только я могла выкупаться там, в синих водах или среди бурунов, которые мы видим. Ах, вот это было бы восхитительное ощущение. Есть ли такое место, где можно искупаться одним? Есть. Я как раз знаю такое место. Открыла его в тот день, когда мы с Кизией собирали раковины. Оно под утесами. Там маленькая пещерка, настоящий грот, и перед ним глубокий бассейн с гладким песчаным дном. Песок белый, как серебро. Утес нависает над этим местом. Я уверена, что сверху нас никто не увидит, особенно если мы пойдем, когда все уже будут купаться. Все будут на пляже, а скалы окажутся в нашем распоряжении. Кстати, мы можем в этой пещере раздеться, и нас никто не увидит. А Кизия посторожит снаружи. Скажи, что пойдешь, Джули. Ну, я не возражаю. Ну, как же мама? Она так цепляется за приличия. Она может не разрешить. А мы ей ничего не скажем. Она сегодня не собирается купаться. Сама мне сказала. Мы пойдем, как обычно, словно на пляж. А когда выйдем, пойдем, куда захотим. Я знаю тропу через поле, которая приведет нас на это самое место. Пойдешь? Ну, хорошо, согласна. Тогда нам пора выходить. Слышишь, топот в коридоре? Это купающиеся идут на пляж. Давай позовем Кизию и отправимся. Джули не возражала, и ее проворная кузина выглянула в коридор, остановившись у входа в соседний номер. Она позвала. Кизия. Номер принадлежал мисс Гирдвуд. А Кизия. Ее смуглокожая служанка, которая выполняла роль прислуги для всех трех. В чем дело, дитя? Послышался голос явно не Кизии. Мы идем купаться, тетя. Ответила юная леди, приоткрывая дверь и заглядывая. Хотим, чтобы Кизия приготовила нам платье. Да-да. Ответил тот же голос, который принадлежал самой мисс Гирдвуд. «Ты слышала, Кизия?» «И послушайте, девушки!» Добавила она, обращаясь к обеим молодым леди, которые теперь стояли в дверях. «Поучитесь плавать. Помните, что мы отправляемся за море, и нам может грозить опасность утонуть. О, мама! Ты меня заставляешь дрожать. Ну-ну, надеюсь, вам никогда не понадобится умение плавать. Но все равно не повредит, если умеешь держать голову над водой и не только, в буквальном смысле. Поторопитесь с платьями, девушка. Все уже ушли. Вы опоздаете. А теперь уходите». Вскоре в коридоре показалась Кизия со свертком одежды. Крепкая, здоровая негритянка в шляпе без полей, новоорлеанского стиля в полосатом пестром платке. Она была обязательным приложением к семейству покойного торговца. Словно нарочно, чтобы придать его членам вид южан и, конечно, аристократов. Ни одна миссис Гирдвуд в то время выбирала служанок именно с такой целью. Девушки сбросили домашние туфли и обули кожаные сапушки. Кокетливо посадили на головы шляпки. Набросили на плечи шали. День был прохладный. «Пошли!» С этими словами кузины двинулись по коридору. Спустились по большой лестнице, пересекли площадь перед отелем и свернули на дорогу, ведущую на пляж. Но как только из отеля их стало невозможно увидеть, они изменили свой курс и пошли по тропе, ведущей прямо к утесам. Минут через двадцать их могли бы увидеть, когда они спускались по одной из расселин, которые рассекают утес. Корнелия шла первой. Джулия сразу за ней. А негритянка в тюрбане со своим свертком шла позади.